Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, добрый. Меня зовут Андрей, фамилия моя Гоголь. Меня не это фамилия, но на самом деле я являюсь директором фирмы «Свайл». В этом году так получилось, что 2016 год для нас такой круглый, наверное, да? В 2016 году, 19 июня, мы отмечаем 10 лет компании. Причем точкой отсчета мы считаем тот день, когда фирма «Андекс СРЛ» как бы, ну, зарегистрировалась. Хотя, наверное, есть и до этого какой-то период, как любая компания, да, переживала. Но вот такой датой мы, 19 июня, считаем, как год открытия самой компании. И «Свайл» за все эти годы на самом деле себя показало, я считаю, с очень хорошей стороны. 10 лет, для нас круглая дата, очень классно, очень приятно. Какой костяк команды за 10 лет? Сохранился ли сотрудники, которые начали с работы? Вы знаете, так как компания сегодня и в самом начале совершенно отличается по составу. То есть практически компания когда-то начинала с одного человека. Да, она доросла до 60 человек на сегодняшний момент. И, ну, где-то человек, наверное, 40, я уже в точном количестве не помню. Естественно, есть люди, которые проработали, ну, очень долгое время. Есть 8, 9, 10 лет. Есть, конечно, которые приходят новички, которым 3 месяца, полгода работают год. Это, на самом деле, компания очень разношерстая в плане возраста и стажа. И мне это по-особенному интересно. Потому что люди, которые знают компанию с самого начала, они знают, что, мягко говоря, сидели на твердых стульях, сегодня на мягких, да? И люди, которые приходят сразу на все, можно так сказать, готово, но, на самом деле, это тоже неплохо. Но и вот они вливаются в эту компанию, какие-то отделы. К сожалению, мало кто уже помнит, на самом деле, как это было в начале. Ну, а что изменилось за 10 лет в Берцах и в Молдове? Стали меньше покупать технику и больше ремонтом техники заниматься? Ну, на самом деле, что изменилось за 10 лет? Для меня это 10 лет, наверное, во-первых, у моей какой-то молодости. То есть, начиная от того, что когда-то продавать просто компьютер, это было, ну, что-то типа на картинке. Вот смотрите, какой он классный. И когда сегодня клиент говорит, и это все, хотя выбор большой, да? За все 10 лет, на самом деле, увеличился ассортимент, расширялись магазины, делалось что-то красивое, установились какие-то правила, нормы, как продавать. Что такое, ну, грубо говоря, правильная цена, что такое или неправильная. В каком плане правильная? То есть, цена честная, да, без каких-либо там, а вот мы надбавили, а вам сбавили. Мы, потому что очень часто люди не верят в акции, мы одна из первых компаний, в которой много было всегда рекламы. Мы предъявили, чтобы это были честные рекламные компании. Это было основное такое правило за все эти годы. Надеюсь, в будущем мы будем его предъявляться. Те же лотереи, да, они всегда были честные. Когда человек покупал товар и говорил, что будет участвовать в розыгрыше, это точно, что он был честным, предвзятым, непредвзятым, я прошу прощения, да, то есть он всегда был максимально, как сказать, прозрачным. Мы буквально вызывали из толпы людей, мы старались, чтобы это были даже дети, с которыми ты не договоришься, не подговоришь. Лотерейные билеты всегда с нанесением были, чтобы если ты стер, ну, соответственно, только ты мог увидеть. Хотя кто-то пробовал даже лотерейные билеты через фонарик смотреть, что да, а там можно ли подсмотреть какой-то приз или нет. Были люди, которые, ну, не знаю, сегодня соцсеть, наверное, это самое, ну, как сказать, не обманишь людей, и мы пытаемся максимально, чтобы люди, если даже какие-то есть отзывы негативные, могли это написать, высказать, потому что структура компании уже большая, и, ну, как и любая компания, да, хочет быть максимально ближе клиенту. Как по структуре своей, то есть любой доступ, да, пожалуйста, к директору, в любом магазине вам дадут его номер телефона, вы захотите со мной пообщаться, я всегда есть в городе, мой кабинет всегда открыт для любого человека, как и для своего персонала, и я максимально стараюсь, чтобы вот это было максимально прозрачно. У нас даже, как таковое, кабинетов нет, один из филиалов мы делали, у нас тогда, когда понадобились кабинеты, мы сделали их просто прозрачными. Для чего? Для того, чтобы показать, что мы за то, что, пожалуйста, приходите, мы готовы с вами любой вопрос обсуждать. Скажите, пожалуйста, а больше развития получит интернет-магазин в дальнейшем? Вы знаете, я на это очень часто сам думаю, потому что, по сути дела, город Бельцы, он маленький. На сегодняшний момент я вижу, что даже интернет-магазинами пользуются больше, как некой такой площадкой, как каталогом. Люди смотрят, смотрят цену, сравнивают, но, по сути дела, приезжают все равно в живой магазин. Интернет-магазин на то и настроен, чтобы цена в интернет-магазине была ниже. И выстраивая большой магазин ритейл, для конечного пользователя, то, к сожалению, это витрины, это менеджеры, то есть это все всегда стоит денег. Выстраивая интернет-магазин, это, по сути дела, склады, полки и только доставка клиенту. И вот здесь такая вот некая борьба, как можно совместить такой магазин и склад. Мы пытаемся, честно говоря, балансировать, между чем? В интернет-магазине у нас цена ниже, и если человек пришел в сам жилой магазин, соответственно, он получит консультацию, и он может купить товар процентов на 5-7 дороже. Но если он, сидя из магазина, например, из своего дома закажет, ему достаточно только денег на магазин, и просто забрать этот товар. Но он в данном случае не получит, может быть, какую-то консультацию. Вот это единственное, чем жертвует клиент, но, по сути дела, это работает. Заказов не так много, но люди ищут. А сегодня дать какую-то романтирую? Ищите на Алиэкспрессе, как мы это слышим, или на Эбэе. Человек не готов ждать. Поэтому мы пытаемся где-то найти ту самую золотую середину, где в интернет-магазине это ниже цена, но ты получаешь фотографию и какую-то цену на товар. И живой магазин с живыми людьми, живое общение, но ты переплачиваешь в принципе не так много. Если взять, ну как сказать, на цене ноутбука, 5-7% это не такая большая разница. Но опять-таки для тех, кто хочет сэкономить, пожалуйста. Computers.md это только чистый интернет-магазин, а Slider.md это большой портал сайта фирмы с разными направлениями. Вот вы активно продвигаете в социальных сетях идею размещения камеры по городу. Вот какова идея? Вы хотите больше безопасности у города? Ну, на самом деле, вы знаете, очень много из проектов Slider было, когда давайте что-то делать для людей. Я очень часто слышу очень простую вещь. Камеры сегодня необходимы. Компьютеры людям уже, грубо говоря, по 3-4 люди купили, и сегодня это уже неинтересно. Камеры настолько стали продвинутыми, или, как сказать, сам производитель их делает, ну это маленькие компьютеры, что с ними можно делать что угодно. А что угодно с камерами? То есть, все зависит от того, где это направлено, что это смотрится, и какая реакция на эти камеры возможна. Мы все это читаем, мы все это их видим, но никогда попробовать, как сказать, на живую, если можно сказать, на городском режиме, это сложно. Мы столкнулись с тем, что когда это смотрят, я не знаю, 10-20 человек, это одна нагрузка на камеру, когда это смотрит сотня, 200-300, это совершенно другая. Теперь, cameraonline.nt, это был запущен проект, ну в первую очередь, для того, чтобы показать возможности, во вторую очередь, показать определенным людям, что на самом деле, ну как бы объяснить вам, я слышу очень глубоко мнение насчет камеры. Одни говорят, я не хочу их видеть, другие говорят, они нужны стоять везде. Вилк, наверное, если изобретатель когда-то вилки надел, кто-то говорил, ой, удобно, в рот можно что-то поставить, а другой говорит, я вилк, я могу кого-то убить. Знаете, вот отношение к камерам очень двоякого у людей, я в первую очередь хотел показать, что, наверное, это зависит от того, кто этим пользуется. Но на сегодняшний момент никогда ни за кем не подсматривали, не смотрели там, а где, куда, чего. Но в случае, когда ситуация, хотелось просто посмотреть со стороны, камера просто была необходима. Не важно, где она установлена, на магазине, на высотке или где-то еще. Мы, у нас в первую очередь, агрессия на камеры на что? К нам приходят штрафы. Наш проект был направлен просто на что? Куча людей может видеть камеру онлайн. В этом случае нельзя сказать, что этот человек считает, или вот этому человеку будет выписан штраф, а этот посчитает. Нет, это чисто много людей, да, и каждый может посмотреть на одну и ту же картинку и сказать, это хорошо или плохо. Мы не выписываем штрафы, мы никуда не отправляем данные, мы нигде их не регистрируем, я имею в виду там записи и так далее. Мы показываем, что с помощью камеры можно, в принципе, наверное, от воров обезопаситься, в очень сложной ситуации, я не хочу говорить, да, но я видел, как сбивали детей, да, и понятно. Вот сколько вам обращались примерно за это время? Вы знаете, обращались очень много людей, буквально иногда ночью пишут какие-то вещи, которые я просто не знаю, стоит ли на них реагировать, например, найдите машину, которая травит животных. Ну, по сути дела, они детективные агентства, и сидеть и рассматривать за, как сказать, онлайн эту машину. Ну, мы даже за такие задачи не брались. На самом деле, очень много полицейских, которые приходило, просто даже полиция говорит, а вот там произошла такая-то, вы можете помочь? Мы говорим, мы можем чем помочь? Давайте вместе просмотрим запись, если это вам чем-то поможет, да, это в плюс. Теперь, были случаи, когда ты где-то читаешь, и там, к примеру, сбили детей на таком-то перекрестке, и ты понимаешь, стоит, на этом перекрестке направлена камера, и я со страхом искал этот промежуток, и когда я вижу, что человек не на большой скорости, это происходит и это делает, я просто тем же газетчиком, да, и так далее говорю, есть запись, да, потому что когда человек, с ним это случилось, я уверен, что у него мозг блокируется, как он сбил детей, и он даже не помнит, что было с ним там 15 минут до этого. Камера четко фиксирует, как это происходило, даже, наверное, можно почитать, с какой скоростью это происходило. И когда я видел вот этого человека с трясущимися руками, и так далее, он говорит, покажите мне, я сам хочу это со стороны увидеть, ну, как не дать запись или, не знаю. Поэтому, вы знаете, вначале было очень много обращений, сейчас, наверное, я настолько был, не то что поглощен, но меня это просто съедало, потому что никто не садится перед камерой, и не смотрит за этим, нет никаких диспетчеров, ничего. Все это происходит в онлайн-режиме, но всегда есть, я не знаю, последнее обращение было буквально позавчера, человек говорит, я потерял кошелек, я знаю, что вот мимо, я там проходил камеру, это может быть там, он нашел свою запись, он нашел, что он бежал, он нашел себя, он увидел, что это есть, но кошелек он не нашел. Теперь мы, по сути дела, человеку не помогли. Но он всем рассказывает о том, что, ты знаешь, вот там лучше ничего не воруй, или не поднимай с земли, или, то есть на самом деле этот проект был направлен, чтобы люди просто вздумались и сказали, слушай, прежде чем что-то нехорошее сделаю, теперь в голове какой-то включится такой механизм, а вдруг это все-таки кто-то видит, или, ну как сказать, не трогай это. Честно, очень хочется, чтобы... У меня есть двое детей, они живут в этом городе, я не знаю, где будущее их проедет, но я на самом деле очень хотел бы, чтобы наш город был чище, безопаснее, если это возможно, причем мне всегда говорят, это же, на это же нужны деньги. Нет, на самом деле это не нужны деньги, это нужны чьи-то решения, причем волевые, что да, мы это делаем, да, мы это стараемся. Но больше отзывы положительные, чем отрицательные. Да, да. Отзывы положительные, и вы знаете, очень много людей не то что не помогают, на самом деле, просто, наверное, нет никакого вектора сейчас, что вот надо вот это сделать. Мы это делали только ради того, чтобы показать, что такая возможность есть, причем это может сделать любой человек, и с очень маленькими деньгами, и возможности, на самом деле, потом практически жизни сохранить чьи-то. Теперь, надо это или нет людям, вот они должны сказать, и если в данном случае в масштабах города, ну, просто глупо это, конечно, сказать, но я иногда хожу по улицам, практически через один магазин у всех стоят камеры. Их можно просто объединить. И не надо ничего, в данном случае, даже ставить нового, просто эти камеры по одной, которая смотрит на улицу, объединяются все в одну сеть, и это реально, да, и просто, я не знаю, какой-то массив архив, где уже правоохранительные органы, или кто имеет на это полномочия, да, могут пользоваться этим материалом. Мы открыли онлайн, потому что во всех странах онлайн возможен, это улица, это не чье-то, хотя уверен, что кто-то скажет, мое личное пространство, зачем вы это сделали? Поверьте, ни в коем случае не для того, чтобы за тем-то смотреть. Никто у нас, повторяюсь уже в тысячный раз, не сидит и не смотрит, и нигде не фиксируется. Я иногда это просто своего мобильного телефона перед экраном сайта открываю, просто записываю 30 секунд, 20 секунд, чтобы показать, что такая возможность есть. Я очень надеюсь, что какие-то на уровне города, или на уровне людей, которые на самом деле с какими-то полномочиями, подчеркиваю, я не знаю, это полиция, это премария, это права потребителя и так далее, мы за какой-то круглый стол сядем, и это будет не в виде какого-то наказания, ах ты такой нехороший, что же ты такого наделал, а спросят, как это можно сделать правильно, и вот эти все люди, ну, в всяком случае, кто уполномочен, да, мы придем к тому, что да, это надо, или нафиг это все снимите, выключите, этого не будет вообще. Причем я за любое развитие событий, да, потому что еще раз говорю, не было сделано, чтобы кому-то навредить, сделано только протестировать возможности, показать людям, что да, это реально, и на собственном опыте сказать, смотрите, это стоит таких-то, таких-то денег, и да, это можно вот это делать, и какими средствами, или нельзя, потому что очень часто мы сталкиваемся, ну, просто, за пример, троллейбус, да, банально, движется, почему не писать. Производитель сам что сказал? Ну, должен быть регистратор, должны быть камеры, и все это соединено, и это должно быть специализировано. На самом деле, мне показалось, что это какой-то, такой маркетинговый ход, когда заставляют клиентов покупать кучу железа, может быть, даже не нужно. Мы что сделали? Мы взяли обычную камеру за 100 долларов, воткнули в микротик, это устройство для, как сказать, управления сетью, да, воткнули в модем 3G и вывели в интернет. Все, больше ничего не делали. Буквально вопрос решался, ну, грубо говоря, 150-200 долларов, да, насколько это дорого-недорого. Ну, для сравнения, регистратор IP цифровой стоит 800 долларов, плюс камера. Соответственно, ну, стоимость, когда это в 5 раз дешевле, вопрос только возникает. ты это придумал или это реально работает? Вот мы убедились в том, что это реально работает. Теперь сегодня мы думаем, а микротик можно, ну, вот это устройство убрать? И мне говорят, а все упирается в устройство модем. Есть сегодня модемы, которые уже с какими-то настройками, да, я, к сожалению, технар, поэтому, может быть, какой-то язык сейчас такой, чем может интересно, полу-технический, да, но, подчеркиваю, да, была задача, как это сделать с маленькими деньгами. Потому что, когда многие говорят, умный дом, и там называют, 2, 3, 5, 10, 20 тысяч долларов, человек думает, блин, это классно, но мне это не по карману. Любая камера сегодня, которая стоит в городе, она стоит 100 баксов. Дорого это или дешево? Ну, вроде бы цифровая, вроде бы, мне не раз говорят, очень классное качество, но это самое, в принципе, плохое качество, которое мы могли бы включить. То есть, есть лучше, но дальше это дороже. И появится, что люди бы сказали, хочу, но уже не по карману. Теперь, относительно, да, 100 долларов. Если поставить хотя бы в каких-то точках, которые важны, или постоянно происходят какие-то, я не знаю, кражи, аварии, еще чего-то, просто, чтобы тот человек, который едет, два раза подумал, может, я снижу скорость, не обязательно брать штраф, но если что-то случится, это кто-то запишет. Потому что даже сегодня, каждый водитель знает, что есть где-то камеры, да, но он иногда думает, а, сегодня они не пишут, или, о, там, я не знаю, номера у меня болгарские, да, или какие-то, штраф не придет. Реально, не нужно бояться штрафов, я всегда боялся за что. А если ты собил кого-то, или кто-то, ты даже водитель, я за рулем, да, выбежал, и в принципе, тебя обвинят в том, что ты нарушил. И что? Многие, мобильные регистраторы. Классно? Наверное, хорошо. Потому что, это как минимум, такая тоже оценка ситуации. Теперь каждый что, должен ходить и говорить, вот он едет с регистратором, включенную машину, значит, он нарушает? Нет. По сути дела, человек снимает улицу. Да, в кадр попадают люди, которые гуляют. Да, в кадр попадают, наверное, не знаю, те, которые, так сказать, воруют неправильно, да, ну, я не знаю, кидают в мусор, и так далее. Но только, наверное, какие-то органы уже могут оценивать эти ситуации и говорить, это плохо или хорошо. Сегодня этот проект показает, что задешево, можно что-то делать, и если люди хотят, или общество готово, этот город можно немножко сделать безопаснее. Потому что, в первую очередь, направлен он на то, что в случае, если какая-то ситуация произошла, ее можно было рассмотреть с этой камеры. Вот единственное. Может каждый житель города помочь, например, в развитии проекта? Просто, если эта камера в свое окно и на дорогу, ну, не в чужое окно, грубо говоря, не в чужое окно, просто на дорогу, как... Ну, по сути дела, я предлагаю это не людям. У нас практически каждый, каждая фирма, да, назовем это, пускай не каждая, через одну, имеет эти камеры. И если бы, я подчеркиваю, одна камера уличная, которая смотрит на дворик, хорошо писала, видела какой-то участочек и в случае, если бы возникает проблема, поднимался бы архив, да, записи, было бы классно. Мы уже не раз сталкивались с тем, что вот что-то происходит и человек обращается к рядом магазинам, но очень часто не писала, не видела, не в ту точку и ты думаешь, блин, вот эта камера чуть-чуть бы угол бы имела бы свой и человек оба она помогла бы. В данном случае даже не нужно людям из окон, я считаю, это неправильно, должно быть какое-то обслуживание, должно быть какое-то их упорядочивание, да, то есть, ну, я думаю, не каждый должен с окна вытащить камеру и просто-напросто снимать. Я думаю, что это на уровне какого-то административного должна быть какой-то, ну, как сказать, разрешительный или запрещающий вот это можно, вот это нельзя. мы со своей стороны нам кучу идей предлагали и там, и там, и там. Мы пробно, буквально на секунду сделали это что? Общего обзора, где даже некоторые люди говорят, а вот лица не рассмотрели, так и не ставило задачи лица, снимать номера, то есть, просто есть такая возможность, есть такое, как сказать, возможности, как у камеры, так и у города, потому что очень часто люди читают что-то в интернете и говорят, а у нас это реально? Это в принципе реально. Сегодня бельцы уверен в очень хороший интернет. Если бы это мы говорили года два или три назад, я бы, наверное, говорил бы, знаете, ребят, не хватит скорости, не хватит того. Сегодня бельцы покрыты оптикой, интернет очень быстрый, для того, чтобы вот камера передавала в хорошем качестве достаточно одного мегабита. Десять лет назад мы о таком только мечтали, о таких скоростях, а сегодня люди пользуются такими скоростями и даже не понимают, как это здорово. Поэтому, ну, я думаю, что дальше будет только лучше. Если это не упорядочить, да, вот я имею в виду, что каждый, ну, наверное, будет и хорошо, и плохо. Мы просто та компания, которая занимается технологиями, если уже брать, да, нашу, которая, наверное, сегодня не везде стоит камерой. Я, к сожалению, наверное, скажу о таком печальном моменте, который все знают, это бакалавр, да, то есть, вроде бы поставили камеры, но я уверен, что для детей это просто морально было тяжело. Нам предлагали монтаж этих камер, я сказал, что, вы знаете, я неверно не возьмусь за этот заказ, потому что, ну, мне показалось, это немножко, не то, что бесчеловечно, но морально тяжело это делать. сегодня было у нас предложение, а поставьте камеры тем, кто сдают экзамены на права. По сути дела, можно или нельзя? Теперь нужна там камера или не нужна? Для чего она? Да, многие говорят о том, что очень, ну, кто-то берет за это деньги, не сдают. Вы знаете, я думаю, что здесь тоже не будет, как сказать, правды. Наверное, кто-то и косячит, наверное, кто-то хочет, может быть, на этом заработать. Но опять-таки, будет проект, да, соответственно, это можно выполнять. Я никаким образом не смогу этого сделать. А тот же бакалавр, ну, опять возвращается, это больная такая тема, потому что люди слышали, вот камеры поставили, да, ну, лучше бы они поставили в школах, да, на самом деле, может, в школах это было бы лучше, чтобы дети лучше учились, чтобы лучше посещали, и тогда результат бакалавра был бы, может быть, другой. А реально, сегодня повесь камеру, заставив человека писать экзамен под ней, хотя, с другой стороны, если ты все знаешь, да не смотри на ту камеру, да. То есть, оно все очень, я почему говорю, многогранное. Да, даже я больше не две грани, а вот, я говорю, многогранное. Ну, посмотрим. На самом деле, у камер, вы знаете, я этим занимаюсь каждый день, я смотрю, производитель, очень быстро прогрессирует, и программное обеспечение. На сегодняшний момент камеры уже можно настроить таким образом, чтобы они понимали, что происходит пожар. То есть, оно понимает. И, по сути дела, можно сделать, а что дальше делать? Вызывать в пожарную, да, то есть, не ждать, пока сегодня все обходятся с датчиками, да, датчик сработал, соответственно, куда-то сигнал ушел. И здесь, ну, опять, что лучше, датчики или программное обеспечение? Вы знаете, месяц, три, полгода, год пройдет, и смотришь, и думаешь, блин, об этом мы только тогда говорили и мечтали. По-моему, фильм этот, «Назад в будущее», да, каждый, наверное, из нас смотрел, на тот момент казалось, вы как круто. Я недавно съелез обзор один, где сказали, что из всех изобретений, что в том фильме есть, сегодня только одну вещь там не изобрели, все остальное, это уже, грубо говоря, брошка, да, вот так же самое сейчас с камерами. Мы в фильмах, фантастиках видим, как камеры летают за кем-то, да, может, завтра это на самом деле так и будет, мы будем смотреть, и по городу летают камеры, снимают обстановку и не стоят. И гаджетами пользуетесь лично, вот, может, пользователи интернете думают, как глава компании, вы знаете, к сожалению, я любитель, все-таки Apple, поэтому у меня всегда с собой есть и планшет, и телефон, да, ну, iPhone, я имею в виду, смартфон, называемый, ну, так как я любитель. теперь, но это, наверное, не всем правильно, что я использую, потому что практически есть еще сервер, да, у самой компании, который находится на Windows, в котором стоит программа, та же бухгалтерия, 1S, я с помощью этих гаджетов просто даже подключаюсь к серверу и это все делаю, то есть, начиная от читания, кончая подписи, платежи и так далее, камеры те же, да, они где-то, я с помощью просто этих устройств подключаюсь к этим, а мы на самом деле используем очень много, начиная от серверов, кончая какими-то регистраторами, кончая там, какой-то, я даже не знаю, почтовик наш же, но это тоже находится на сервере, IP-телефонии, потому что уезжая за границу, например, да, я тоже звоню через внутреннюю сеть, то есть, я использую, но по сути дела, это я не использую только вот смартфон, да, я использую кучу устройств, которые установлены на фирме и с помощью этих гаджетов я просто к ним соединяюсь, смартфон на сегодняшний момент или планшет, это универсальное устройство, это очень классное устройство, я 15 лет назад, будучи ребенком, смотрел фильмы и себя ловил на мысли, что они что-то вот так вот тыкают в какие-то пальчиком, я когда сегодня сам это делаю, я думаю, подождите, но тогда планшетов не было, откуда, я иногда, честно, к фантастике отношусь как скептически, а иногда хочу посмотреть, и мне иногда кажется, что вот все, что мы сегодня в фантастике смотрим, оно будет через 5-10 лет, причем не долго, буквально 5-10 лет, я, ну, к сожалению, или к счастью, мне сегодня 36 лет, я занимаюсь компьютерами с 14-15 лет, ну, можно сказать, всю свою осознанную жизнь, да, и я видел, как вот, был Windows, да, вернее сказать, я еще видел до Windows, MS-DOS, да, наборы команд, это что значит, я прошел все эти этапы, я видел это все развитие, и технологии идут к упрощению, не к сложнению, да, к упрощению, то есть любая, сегодня бабушка, ребенок, даже не будучи читать, не умеет читать, она может это использовать, но за этим всем стоят другие люди, это технари, которые должны это все сделать и настроить, человек покупает у нас компьютер, и если он не умеет им пользоваться, ну, соответственно, он не сможет им пользоваться, только загрузив туда эти функции, да, ты уже, о, он умеет это, это, поэтому я предлагаю организовывать, и таких компаний, как наша, даже в Бельцах, уверен, что должно быть больше, почему, если мы что-то придумаем, и кто-то увидит, и это реализует лучше, я первый буду за, я не прячу, я всегда даже, когда мы что-то делаем, я всегда пытаюсь объяснить, как это, потому что, если это просто сделано, это просто и повторить, допустим, повторяю, мы, в принципе, все работаем ради клиента, или потребителя, да, если этих потребителей будет больше, значит, ну, это хватит всем, если эта технология уже, ну, отработанная, когда предлагают все, надо искать какое-то решение, которое будет новое, что, в принципе, наша компания делает, я не похвастаюсь сейчас, я скажу, что мы первые, наверное, кто всегда пытаемся что-то новое, ну, как сказать, изучить, мы не смотрим на, а что делают другие, и смотрим тоже, это неизбежно, да, но, в первую очередь, смотрим, а что бы еще нового не придумать, а предложить клиенту, для того, чтобы он, ну, свою жизнь стал лучше делать, я не верю, у меня были друзья, кто играет телефон, вот он кнопочный, я никогда не перейду, я надеюсь, все эти друзья сейчас тоже это увидят, которые мне говорили, вот, куда мне засунуть свой телефон, я свой кнопочный ни на что не променяю, сегодня они уже год пользуются смартфонами, и я уверен, что сегодня забери у него этот смартфон, он не сможет уже с кнопочной, вот это тот шаг, когда мы с вами это видели, переход, да, от обычного к кнопочному, а в мое время у меня не было телефона, я для того, чтобы с друзьями связаться, клеил белый лист бумаги на свое окно, и люди видели, что я дома их жду, то есть некий такой, да, как смс, сегодня без телефона невозможное, я уверен, что когда выключается свет, нам в любом сейчас в предприятии, жизнь как будто останавливается, мы практически пользуемся всем, что подключено к розетке, это в принципе уже какая-то технология, да, я не знаю, кондиционер, наверное, телевизор уже имеет, да, там кучу функций с интернетом, связанной с технологиями, телефония сейчас переживает тоже переход, не так давно, что мы делали, уверен, что даже, кстати, многие этого не знают, сегодня вы свой домашний номер телефона можете превратить в IP и вбить свой смартфон, и то есть вы будете поднимать вызов, вам также люди будут звонить на домашний, но вы сможете при наличии интернета в своем смартфоне просто поднимать трубку, по сути дела, эта функция уже есть, но мало кто о ней знает, теперь у многих, я знаю, домашний телефон просто, ну как сказать, из-за того, что он домашний, а человек не проводит его, ну просто уже не дают никому и отказываются от домашних номеров, то есть дают только мобильный, даже находясь дома, звоните на мобильный, людям стало проще, так как не вопрос, 10 лет вы давали кому-то свой номер телефона, сегодня можно пойти, я не знаю, написать заявление, его переделывают в цифровой, грубо говоря, что такое цифровое, если до этого был кабель, приходил к вам, физически, то сегодня это дают только логин и пароль, и вбив в какое-то из устройств этот логин и пароль, вы соответственно уже можете или звонить, или принимать, просто, вроде просто, уверен, сегодня расскажи кому-то, он начнет пользоваться, через 5 лет он скажет, не могу без этого уже, но наверное какие-то технологии умирают, видик, тот же самый, умер, DVD, сегодня наверное тоже умирает, практически все проходит через интернет, сегодня есть такое очень умное слово облако, люди иногда говорят что-то, но не понимают, я от многих знаю, смартфон фотографирую, там сохраняю, и говорят, но хочу, чтобы она никуда не уходила, у смартфона есть куча функций, где найди меня, по сути дела, зная какой-то доступ, можно даже отследить человека, где он находится, в вайбер тоже такие функции есть, что можно увидеть человека, где он находится, в каком городе, и так далее, просто не знание технологии, это не значит, что это плохо, выучи и пойми, как этим пользоваться, подчеркиваю, вилку когда придумали, наверно кто-то вилкой и мог убить человека, сегодня мы все ею едим, кто-то ест палочками, да, суши, я не могу, к примеру, палочками есть, но научись, наверное, может быть, не нужна была бы вилка, на самом деле, это либо ты умеешь, либо нет, я бы предложил, на самом деле, организовать какие-то курсы, обучение, и хороших, грамотных преподавателей иметь, мы не так давно, были на презентации, что такое доска с мелом, да, и есть новая технология, интерактивная доска, доска подключенная к ноутбуку, и ноутбук подключен к интернету, мне делали презентации, человек, который продает их, и обучает учителя, он говорит, вы знаете, мы делали такой тест, человек 2-3 месяца работал с этой доской, а после этого становился за обычным, и он не мог больше, то есть, человек не мог, как сказать, без этой доски, я сам попробовал пару функций, и понял, что то, что человек делает, ну, к примеру, целый день, наверное, за час можно было бы это детям показать быстрее и нагляднее, теперь дорого это, ну, мне сказали, доска стоит там полторы тысячи долларов, завтра, наверное, она будет стоить там, не знаю, 500 долларов, я знаю, что в нашем же университете Олега Руссо такие доски есть, но уверен, что софт и учителей, наверное, не отлучают, софт и это, ну, программа, а программ много, разных, под эти доски, тоже надо, над этим работать, если у нас будет умное общество, хорошо это или плохо, ну, наверное, смотря кому, я на самом деле хочу, чтобы мои дети были умными, поэтому я за то, ну, чтобы это было. Ну, вернемся к 10 годам компании Slater, где вы будете праздновать? Ну, на самом деле, вопрос праздновать или нет очень тяжелый, потому что, ну, любая дата, давайте, есть такая пословица, если напиться, повод можно придумать всегда. Наша компания собирается очень часто и любое мероприятие, даже, будь то день рождения сотрудников и так далее, мне очень приятно, что в компании, ну, как сказать, это делают, причем, я скажу, как есть, они делают это сами, не из-под палки, не для того, чтобы я сказал, у этого человека день рождения или у нас такой капитал. Стружеский атмосфер. Ну, назовем это так, есть в большой компании, да, группа людей и инициаторов, которые при инициативе, да, они это делают. Эта инициатива была, я все молчал-молчал, думаю, кто-то вспомнит, нет, мне что сказали, Андрей Викторович, давайте выйдем на природу, я думаю, что будем делать? Устроим шашлык и в конце концов посетим друг с другом это. Я говорю, ребят, если вы хотите, я только за. Причем, я постарался каким образом? Люди готовы сами, не из-под палки, не потому, что это их там рабочий день или что-то еще. Кто хочет? Мы никогда не заставляем на наше мероприятие, в обязательном порядке ты должен прийти. Кто не хочет, не приходите, кто не может, не приходите, будет другой повод. Мы на самом деле, ну, что устроим? Просто выезд на, я надеюсь, что не будет дождя, выезд на природу. Мы для нас, на всяком случае, готовят определенные конкурсы, я попросил этот вопрос тоже организовать. Последний раз такой выезд был, нам устраивали ориентирование, если вы знаете, что это такое, это какие-то переправы в лесу и так далее. когда это делают, ну, командно, да, я имею в виду, люди, которые работают в разных отделах и так далее, помогают, это в принципе хорошо. Я еще раз повторюсь, я не буду никого заставлять, это неправильно, это не пьянка, это не, это реально просто совместный какой-то отдых, причем мы ждем людей только тех, которые хотят прийти на него. Я, к сожалению, мы вчера даже в фейсбуке опубликовали, что появилась такая возможность, очень многие сотрудники сегодня не в Молдавии даже. Девочка в Германии находится, говорит, я бы хотела бы, другая в Кишиневе, третья в Санкт-Петербурге, четвертая в Италии, поэтому мы всегда за то, что, ребят, если вы, как сказать, хотите, да, мы в любой день сядем с вами и готовы вас увидеть, отпраздновать, любой повод. Я, на самом деле, в этот день хочу, я очень надеюсь, что успеют, выпустить книжку «История слайдера». 10 лет для нас были как легкими, так и, с одной стороны, тяжелыми. Я хочу, чтобы в этот момент, вот 10 лет, да, это такая дата, когда ты или, ну, как сказать, ты уже что-то из себя показал, да, теперь ты только должен показать, что ты на самом деле будешь только лучше. И я хочу, чтобы первые показатели для любого, то ли старого сотрудника, то ли нового, это был вопрос только качества. Качественнее обслуживать клиентов, качественнее делать свою работу, и быть, ни в коем случае, работа не должна приносить, ну, вот эту нервозность. То есть, чтобы брались какие-то моменты, ну, как сказать, нервозности. Потому что в любой работе есть как приятные моменты, так и неприятные. 10 лет, очень классная цифра, для меня это, ну, просто прожитые какие-то 10 лет на одном дыхании. Компания, подчеркиваю, родилась из одного человека, она выросла сейчас в какой-то большой штаб. К сожалению, мне очень жаль, что из компании были вынуждены уйти какие-то люди, уехать из этой страны. Это было, ну, как, был определенный даже год, когда очень много людей уехало. Я очень надеюсь, что когда-нибудь, когда-нибудь, они просто будут вспоминать очень тепло о том, что они получились. Я всегда говорил, мы живем не в каменном веке, и здесь рабов нет. Каждый, кто приходит в компанию, он должен сделать свой какой-то вклад. И компания, соответственно, ему должна чем-то оплатить. Понятно, что деньгами ежемесячно, это даже не обсуждается. Я имею в виду, что есть какая-то такая дарь, что, пробыв в компании, потом в своей жизни, в истории, ты будешь вспоминать о проработанных годах или месяцах, неважно, ну, с какой-то теплотой. Если, к сожалению, сегодня кто-то вспоминает о проработанных временях с печалью, мне за него жаль. Значит, он меня на какой-то момент не услышал. Но я верю в то, что, на самом деле, сегодня кому-то, скажи слово, слайды, для людей, кто работает или работал в компании, для него это хорошее, приятное воспоминание. Очень на это надеюсь. И в будущем сразу скажу, что, ребят, есть очень в слайдере такое простое правило. Приходи. Если даже ты не умеешь, но скажешь, я хочу, тебе этот шанс дадут. Дальше нужно только учиться и показать себя. К сожалению, были такие моменты, я сразу хочу оговориться, которые приходили и говорили, я временно, я ненадолго. Для таких тоже, наверное, найдем работу, но, естественно, ну, как сказать, это кусочек, на который положиться, да, надолго невозможно. Я хочу, на самом деле, чтобы в компании приходили люди надолго, умные, становились еще умнее. Банальная такая фраза, учить людей в своей компании или не учить. Мы придерживаемся того правила, что надо учить. Если это глупые люди, с ними, ой, как тяжело работать. Поэтому, если вы находитесь в компании, я сразу вам скажу, вы уже отобраны, вас уже оставили. Значит, вы умные люди, просто от вас хотят большего, и не надо на это обижаться. У кого-то, наверное, есть дети, мы же не всегда довольны детьми, мы же иногда их за что-то ругаем. Почему? Потому что мы хотим от них лучшего. Вот и все. Поэтому я хочу, чтобы просто, я видел людей, которые иногда слезы на глазах, не потому что, а ему за что-то обидно. Надо относиться к этому очень нормально. Нормально это в каком плане? От тебя хотят, чтобы ты был лучше. Отнесись к этому с пониманием и постарайся. Ребенок, когда не учится, больно. Думаешь, ну зачем? Я же хочу, чтобы ты... Нас же при любом в школе заставляли что? Учить стихи, решать математику, запоминать историю, учить географию. Нам казалось, зачем? Мы же это в жизни, наверное, не применим. Как жизнь показала, что обучение при Советском Союзе нормально. Это развитие памяти, это общеразвитый ребенок. Поэтому, пожалуйста, приходя в компанию, учитесь. это, наверное, единственное направление, хотя, говорят, юристы тоже учатся каждый день новым законам, но это, наверное, не всем логично. Но у нас, я отучился на вычленительную технику. Я могу сказать, все, что мы сегодня знаем, это мы учимся каждый день. Все, что выходит, это надо учить каждый день. Если ты не готов учиться, значит, ты буквально неделя, две месяца просто как, не знаю, скоростной поезд отстал от него. каждый день нужно что-то учить. И еще напоследок, что вы пожелали еще своим сотрудникам какие-то еще хорошие слова, пожелания? Вы знаете, я каждого своего сотрудника когда-то набирал сам. К сожалению, сегодня я не успеваю этого делать. И я единственное, что и тем, кто есть сегодня, и те, кто были у нас, могу пожелать, что, ребят, вам, в первую очередь, сил, вам просто развиваться как людям. Вы, на самом деле, все профессионалы. Не знаю, я помню, когда в компанию одна девочка пришла, настолько разные все люди, реально разные. Мы ни один не похожи на одного. Но на этом, наверное, и есть компания, в которой каждый делает свой кусочек и получается что-то большое. Но даже если вы уходите из этой компании и начинаете жить или работать в другой компании, ребят, учитесь, заряжайтесь и будьте всегда хорошими людьми. Нас любят за что? За то, что мы это доказываем каждый день. Нельзя сегодня показать результат, а потом все. Каждый день маленькие достижения. И тогда получается большой результат. Мы никогда не ставили для себя целью чего-то победить. Вы вспомните, мы шли на выставку для чего? Для того, чтобы показать людям. Мы продавали компьютер, да не потому, что заработать этих денег, а для того, чтобы человек мог пользоваться этим. Нам звонили вечером и ночью и спрашивали, а вот я здесь не могу. И мы всегда были и объясняли. Ребят, каждый день учиться, каждый день помогать людям. Это, наверное, самое большое правило, которое я хочу, чтобы вы, как сказать, привили себя. Я знаю многих людей, которых, ну, если ты не заплачь, да даже попу не подвину. Мне жаль этих людей. Не все из-за денег делается и просто, как сказать, спасибо, пожалуйста, да, какие-то слова должны быть всегда. И просто порыв, даже порыв помочь человеку, он должен присутствовать. Пожалуйста, у меня убедительная просьба. Ребят, будьте людьми и не всегда все оценивается деньгами. Это вот, не знаю, такое пожелание, наверное, могу сказать. И вы все классные, я вас всех помню. С каждым человеком у меня связаны воспоминания. Не знаю, не могу сказать, глупо говорить, я всех люблю. На самом деле, вы для меня все мои дети, потому что мы с вами проработали и пробыли бок о бок. Я знаю, что ни один не может сказать, что я за его спиной лежал, а он работал. Вот я всегда старался бок о бок работать и очень надеюсь, что вы все это помните.